Вторая карта Singularity против NIP. Первую, собственно, NIP выиграли очень легко и просто. Singularity решили пойти волл-ин на второй и взять комбинацию с Magnus. Как правило, команда, которая значительно слабее, пытается сделать что-то подобное, потому что комбинация с Magnus, она такая очень-очень противная для команд, которые где-то могут замешкаться, чуть-чуть неправильно двигаться, потому что если ты не задавил это на линиях и потом по макро не обыгрываешь соперника постоянно, то Фантомка расфармливается и с ней потом тяжело справиться. Однако стоит отметить то, что на линиях такую комбинацию выиграть обычно достаточно легко. Во всяком случае на харде, да, там Magnus, который идет на сложную линию, он там не так полезен, то есть не так опасен, как третья или как четвертая позиция, неважно. Вот, и по макро потом эту комбинацию тоже достаточно легко обыграть, потому что, ну, Magnus, он в основном четверка не агрессивная, да, то есть это исключительно герой такой, саппорт, второй саппорт, который просто бегает, вешает импауэр. Вот, и только когда ты слишком сильно глубоко дайвишь, может тебя как-то, там, в РП поймать, скивером отвести. Позицию твою разрушить. Вот, поэтому комбинации с Magnus, они в макро слабее обычно, и как бы грамотные команды их легко разыгрывают, обыгрывают и уничтожают. Вот, посмотрим ли хватит NIP мощи. Они взяли Кунку. Кунка, которым обычно играет Гуннер у NIP, это очень-очень мощный герой. Я бы сказал, что это самый лучший герой сейчас, в принципе, самый метовый, самый хороший герой. В целом, из-за своей уникальности, то есть он может и на мид, и на харду идти, и может быть, в принципе, как позиция 4. Это раз. Во-вторых, он на этих линиях матчапы не проигрывает, как правило. То есть в миде Кунка, ну, наверное, ну, может Урси проиграть, может МК проиграть, может Тимберу проиграть, но против Тимбера, и, в принципе, против остальных героев он может отстоять хорошо. Тут все зависит исключительно от скилла. Урсы и Кунки, там, допустим, да, или Тимбера и Кунки. Если Кунка играет хорошо, а Тимбер плохо, то Кунка и против Тимбера хорошо линию выстоит. Но, тем не менее, тут Тимбера NIP подбанили, да, то есть, ну, побаиваются, да, потому что на самом-то деле он здесь реально неплохо заходил. И даже если бы он не смог Кунку именно выгнать с лайна, то тут он и Огра пилит, и Блаттикера немножечко подпиливает, и Акса тоже пилит, и поэтому, да, Тимбер, в принципе, тут был бы неплох. Вот, и что еще? Что еще? Кунка — это универсальный герой, у которого, в принципе, все есть. То есть, он может цепануть Х-маркой, он может убить, у него хорошие нюки, он может нанести, ну, то есть, он может достаточно сильно задизейблить, задизейблить, торрент плюс корабль. Он может по макро очень четко двигаться, то есть, телепорт на Х-марке, отпушили линию, вернулся на Х-марке обратно к команде. То есть, вот вроде бы и сплитпуш, контри, ты, как бы, можно драться дальше, ты не покидаешь свою команду. Хорошие предметы на дэмэдж у него есть, то есть, он может в лейте быть крайне опасен, то есть, какие-то там дейдлосы, рапиры, ну, могут появиться, там, ранний какой-то радианс — это уже огромная проблема, с таким кункой тяжело справиться. Вот, так что, да, кунка — это действительно самый сейчас сильный герой, наверное, вот вообще в принципе и в каптанзмоде, и в матчмейкинге. То есть, это герой ферзбан, ферзпик. Всегда у многих команд, если его не забанили, то его обязательно пикнут. Еще, наверное, ни одной игры не было в европейских квалификациях. На моих линейках не было ни одной игры, где не был бы кунка так или иначе. То есть, он либо в бане, либо в пике всегда. Да, никто никогда его не забывает, никто никогда его не оставляет, не откладывает в долгий ящик. Так, ласт пику сингулярити — это разор. Разор, который, по идее, призван сконтрить кунку на центре, но, повторюсь, кунка может не очень хорошо отстоять, но потом по игре он все равно будет опасен. Так, Сейберлайт в итоге на Магнусе. То есть, позиция 3 — Магнус. Вот, Юниверс вместе с Бивером, Акс плюс Рубик. Хорошо, посмотрим, что из этого выйдет. Напомню, что победитель этой пары выходит на команду Ликвид, которая буквально недавно проиграла со счетом 2-1 Альянса. Альянс у нас уже вышли на Мейджор. Вторая команда определится, я надеюсь, очень скоро, которая на Мейджор, собственно, выйдет. Но, предположительно, пока, исходя из первой карты, предположительно, что все-таки на IP будут с Ликвидами играть, потому что сингулярити, но они там слишком, слишком сильно слили. Они там даже не потеряв ни одного лайна, написали ГГ. Они потеряли Т3-вышку, написали ГГ, потому что понимали, что у них ничего, скорее всего, не выйдет здесь. Поехали! Что там, кстати, параллельно на СНГ идет? А, Силл Рейзерс там играет. Хорошо, хорошо. Так, ладно. Сколько у Акса фласок? Две фласки. Две фласки, две пачки танка. Это для того делается, чтобы за вышку зайти, как правило. Там по-оверфармить. И потом прийти на линию. Так, а в миде... Ага, ну да, в миде там... Можно было бы просто Розора на линию Каксу поставить. Но, наверное, в этом нет особого смысла. Фантомка мид тогда слишком сильно проиграет. Скивер на первом у Магнуса. Сингулярити заходит на бот руну, пытаются здесь... Руну эту отжать. Скивером увозят Огра на Клифф, и Сингулярити должны три забрать руны. Да, прекрасно. Но ППД не сильно расстроится. Телепортируется на Т1. Купил он себе Огр. То есть, Огр купил себе Орбов Веном, чтобы зонить Магнуса. Идет его сразу ковырять. Главное, еще один скивер не получить, потому что можно потерять все здоровье. Ну и все. Сейберлайт понимает, что ему надо идти выпуливать пачку. Там стоит Трипла, которая Рубика убивает. И после Ферстблада у нас Пексу управляется на Т3 вышку, чтобы как-то Юниверсу помешать. Ну, а Юниверс уже спрятался здесь. Рубик возвращается на Лайн. Его задача как-то слегка зонить Фантомку. Фантомка и не хочет эту огромную пачку фармить под вышкой, потому что... Ну, а она урон будет получать и, может быть, даже каких-то крипов пропустит. Хотя Экскалибур не должен. У него, если что, кортик есть. Вот, например, одного уже пропустил. Так, там гоняют Юниверса. Юниверс получает ТОС. Сейчас получит еще и Фортунзенд. Следующий ТОС через 8 секунд могут просто руками Юниверса убить. У него... Не такая уж и хорошая защита. Пьет Фласку. Первую Фласку, по крайней мере. ТОС. Фласка сбивается. Фортунзенд. Ну, вторую пить... Ну, ФБ уже отдали. Пить вторую Фласку... В принципе, зачем? Ну, ладно, если ему Фласку эту не собьют, то, конечно, можно нажать. Понятно просто, что... Если бы его дальше бы догоняли как-то, и он бы нажимал эту Фласку для того, чтобы просто не умереть, это было бы невыгодно. Просто-напросто. Купил себе топорик с телепортом Юниверса на базе. Боялся потерять деньги, боялся погибнуть. Ну, и Скейтер в топе, конечно, на фулл фрифарме. Тут Магнус, он мало того, что слабый лайнер очень, так он еще и против Блотикера на линии. А Блотикеру как бы ничего не сделать. Там пассивка в 2 уже вкачана. Вот там, если как-то на миде Кунка начнет... Да, Магнус... Да, кстати говоря, как на миде-то дела? 9-0, 8-6. То есть Мейдж переденаивает своего оппонента, но Гуннер чувствует себя хорошо. Рубика в боте убивают. Две маски у Фантомочки. Сейчас эти маски приедут. Кунка что-то себе стакает, да, там лицо? Что-то стакает. Нормально, нормально. Понемножечку, помаленечку качается. Так, Сейберлайт. Третий уровень в топе. Скиттер четвертый. Начинает его уже здесь лупить. Вот в такой ситуации Огру действительно есть смысл перетянуться, потому что тут реально, ну, можно помочь. А Скиттер уже самостоятельно будет Магнус и Зоне. То есть это не та же самая ситуация, когда Пексу на предыдущей карте, на Огрмаге телепортировался помогать своей легионке, которая там вообще в принципе ничего не может. Да, здесь-то еще как бы реально линию можно отстоять. Кстати, где у нас ППД? ППД контролит руну, находит регенерацию, атака на Юниверса, хороший телекинез от Бивера, немножко выигрывает время перед Тосом, но кажется, Юниверсы еще раз должны здесь убить. Очень много ресурсов тратит здесь игроки Тингулярити. Станчик пошел в Фантомку. У Фантомки две маски, плюс Блюр уже есть на единицу, так что с ней не так уж то просто справиться. Скоро пятая минута, заспавнится баунти руны. Баунти руны в боте, хотя бы одну должны я ей НП забрать. В топе же у нас Скиттер две заберет. Да, по идее, три руны за НПами. ППД его тосует на рейнжового крипа. Хороший колот, Юниверса, Акс начинает крутиться, телекинез, экскальбор пытается убить, он использует блин, пытается спастись. Очень жестко заряжен Блотикер в топе, может попытаться сейчас напасть на Магнуса, но Магнус прям под вышкой на него, прям вот так вот тяжеловато именно выйти. Трейдится сейчас Сейберлайт пичками со Скиттером. Скиттер здоровье свое при помощи Блодрейджа восстановит. А вот Сейберлайт свое здоровье может разве что наш рай не пополнить, и то и единожды. Ну все, мейдж свой центральный коридор отстоял достойно, в отличие от предыдущего матчапа. Здесь у Гуннера уровень 5, у него уровень 6, по крипам у него тоже больше, чем у Кунки. 21 динай. Вот, Гуннер, конечно, не растерялся в лес, отошел. Вот, но у него, да, действительно, пока игра так себе идет. Давит за вышку здесь, пошла их смарочка. И все. Смарочка, собственно, и все. Высосили 56 урона. Подходит Тинни. Тос, может быть. Ну, что происходит? Что происходит? Очень плохой Тос от ДНЗ. Пошел Торрент. Мейдж здесь рискует умереть. Подходит саппорт и команда НИП и расправляются с Разором. В то время в топе Бладсикер делает соло-фраг на Магнусе. Ну, естественно, Магнус тут... На самом деле он мог поражать телепорт. Я не знаю, сколько он урона получил. Не написано, к сожалению. Fight Recup вот этого момента нам не предоставлен. Там было бы любопытно посмотреть, сколько скитер урона нанес. Если он нанес реально супер много урона, то можно было бы просто телепортацией спастись и умереть. Но в итоге тут цепляют скитера. Скитер просто нажимает ТП. Есть возможность эту телепортацию сбить. Скитер достаточно быстро и Бладрайт под себя. Стики прожимает. Бладрайт. Сайланс и не успевает скастовать свои кнопки здесь НИП. Скитер пытается мантить, но не выживет. Ну, я не верю. Ну да, кое-как его забрали. Много времени потратили, но... Это того стоило. Кунка фейзы. Телепортируется в бот Тини. Снова будет сейчас агрессивная линия у Сингулярити. Гуннер приходит с Иксмаркой торрентом, но Разор присасывается к нему. Выкачивает 35 урона. Стан. Пока никаких мультикастов нет. Прокаст полетел. Все в Разора, но не хватает немножечко дэмэджа. Работает Оракл и, кажется, мейдж должен выжить. Камнями засыпают ППД, но тоснуть не получается у Тини. У него подключаются Транквилы, но не выходит никак. Он пытается, да, как бы изкастить тос на своих тиммейтов, но он сначала разворачивается. И к этому моменту Огур уже просто-напросто уходит. Так, там у нас снова фраг от Скитера. О, странно как-то. 800 урона, да, Скитера наносит. Как бы можно же просто нажать телепорт и умереть. Неужели это не выгодно? Просто выжить. Сайберлайт же просто фидит его. Огра забирает в боте. Сколько вот он отдал ему золот? Ну, немало, 283. То есть, да, конечно, он возвращается сейчас в топ и будет тут качаться. Хотя и то я в этом не уверен, потому что через 17 секунд новая руптура уже. По-моему, Сайберлайту проще в лес уйти, реально. То есть, он тут вообще никак... Скитера, во-первых, не лишает фарма. Скитер фармит абсолютно всё. Так плюс он его ещё и кизит, так и сам фарм никакой не собирает. Погибает ДНЗ. Руптура. Ну и всё. Или нет? Нет, всё. ДНЗ телепортировался, но ему надо было ближе лететь. То есть, если бы он прямо бы сюда нажал телепорт, возможно, он бы какие-то скиллы успел скастить. А так он телепортировался там аккуратненько, за ёлочку. Его просто шлёпнули, просто наказали. О, Гранит телепорта, поэтому придётся умереть здесь. Ну, будь у него телепорт, он мог бы просто его нажать. Соло-фрак для мейджа. Неплохой. 290 золота. Фейзы у Акса, арканы у Магнуса. Сейчас очень популярен билд на Магнусе через Гривзене, через быстрый какой-то блин. На скитера в топе нападают. Сюда приходит фантомка под Эмпауэром, она тут будет качаться. Эмпауэр за Максил Сейберлайт, то есть самостоятельно он фармить не может при помощи Шок Вейва. Вот за Максил Эмпауэр. Будет стараться играть, видимо, вместе с Пашкой сейчас. Ну, а Гуннер хочет супер-быстрый Радианс. Оно и понятно. Супер-быстрый Радианс здесь... Ну, он всегда хорош. То есть на каком бы герое вы не стали его приобретать... Ну, если это герой, к которому Радианс, в принципе, заходит, да, то супер-быстрый Радианс, он всегда, кстати, при любых матчапах в топе пытается убить Экскалибур. Экскалибур немножечко застрял в крипах. Бивер не смог его цепануть, но в боте тем временем убивают Юниверса. А Экскалибур решил не уходить отсюда. Он подумал, может быть, что Гуннер ТП отменил, но в действительности это у него просто невидимость была. Эксмарк и корабль. Все, это минус Магнус. Экскалибур пытается как-то подрезать Рубика, но Рубик под кораблем, у него фулл-кп, что тут Экскалибур пытается... А, сюда подходит Дейн Зет еще, но может что-то получится. Оракл кидает первый спелл, дизейблит немножечко Кунн Ку, пошел шокой от Рубика, но шокой от первого уровня. Эксмарка, торрент будет, но у Оракла есть Фоллспромис. Фантомка, фантомка. Мне показалось, что я ее Тэмпларкой назвал. Ну, учитывая, что я уже так пятую карту комментирую подряд, немножечко я подустал. Могу оговориться в каком-то моменте. Не думаю, что вы не поймете, о чем идет речь. Мейдж идет дальше, Бивер теряет здоровье от... ультимейта мейджа и еще разочек дебаф на Гуннера от Оракла и Гуннер погибает в очередной раз. Ну, вот вроде как-то помаленьку сингулярити. Ну, нормально, нормально, в мидгейм входят, то есть не все так плохо. На предыдущей карте у них были проиграны все три линии. Здесь получилось так, что мид Кунка отстоял хуже, что вполне логично. Да, он полезный сейчас, он не совсем выбился из игры, но у него явно меньше фарма, чем у Розора, и Розор явно больше импакта делает. Если вдруг какая-то драка начинается, то Розор может выкачать урон, он достаточно плотный, кого-то убить, ультом своим еще там надамажить неплохо. И на сложной линии у NIP все было далеко не так гладко, как хотелось бы. Они там долгое время играли 2х3. Из-за этого Юниверс имеет, ну, больше, конечно, золота, чем у Магнуса, но... Даггера у него пока нет, даже близко. Ох, хороший Ю. Умрет КПД. А, тут еще и Скиттера подцепили. РП есть? А, РП нет. Дост через 3 секунды, Рубтура плюс... Бладрайт. Дэнзен не может бежать за Скиттером, потому что он просто умрет от Рубтуры. А тут уже контратака от Юниверса, попытка что-то изменить, но... Оракл уже стоит сзади. Ничего не получается. Надо дофармливать свой предмет. Надо дофармливать Радик, надо дофармливать Блинкдаггер на Аксе, и только тогда можно что-то пытаться там выдумывать. Снова погибает Скиттер. Он как-то... Ну, неосторожно, объективно ему здесь нельзя было находиться. То есть ему, наверное, надо... Ну, я не знаю, вот эту вот область прокачивать. Тут реально слишком опасно. Так, смоук от НИП. Перед предполагаемым спауном Баунти Рун. Может сейчас быть Драка. Мы нашли Розора. Блинк появляется на 14-й минуте. Знаете, всё, наверное, не так уж и плохо. У Акса. 3-2-0. Да, да ничего не плохо. У него прям всё отлично. Баунти Руны. Юниорс не успевает дать колл. В итоге колят только Тинни, кажется. Здесь неплохо разменялись. Сейчас Сингулярити. Баунти Руны забрали. Героя убили. Всё чётко. Паш капает 10-й левел. Берёт себе талант на урон. Что правильно. Ну и Гуннера, наверное, вот тут будут добивать. Пошли массовые телепорты. Команда не успеет сюда подойти. РП, Стивлинг Даггер и минус Гуннер. Да, надо побольше Блэйдмейлов покупать. Вот Скиттер хотел Блэйдмейл купить. И у Акса будет Блэйдмейл. Теоретически можно и Куннке потом Блэйдмейл взять. Вот после того, как будет куплен Орадианс. Если прям Фантомка совсем будет борзеть. Она очень много урона будет наносить под Эмпауэром с Дезолятором. Поэтому Блэйдмейлы это очень-очень хорошее решение. Но и Скальбур тоже, соответственно, не дурачок. Он понимает, что основной урон, который он может получать, это урон от Блэйдмейла. И поэтому надо как можно... Ну, то есть, либо как-то эти Блэйдмейлы кайтить, либо просто не ощущать их при помощи Сатаника. И вот он как раз докупил сейчас себе Дизоль. После Дизоля будет Сатаник делать. Верное решение, на мой взгляд. Там потом можно еще и Сенчин Дьяша добавить после. Хотя Сенчин Дьяша после Сатаника... До Сатаника еще адекватно, вроде бы, после... После, не знаю. После, наверное, лучше уж какой-нибудь урон еще приобрести. Не знаю, правда, что там Фантомке на урон нужно будет. Может, МКБ, чтобы миссы Радика не работали. БКБ-то вряд ли будет Фантомка делать в этой игре супербыстро, учитывая, что она Сатаника хочет. Сатаник плюс БКБ это... Ну, не то, чтобы прям урона не хватит. С Эмпауэром-то, наверное, хватит. Просто как-то вот... Просто, короче, не знаю. Наверное, это не очень, как бы, хорошо, когда ты два таких ультимативных артефакта на стойкость берешь на героя, которым надо урон наносить. То есть один... Это норм. То есть либо БКБ, либо Сатаник. Потом парочка артефактов на урон, потом еще один артефакт на стойкость. Ну, может быть, БКБ придется здесь купить. На ППД нападает. ППД уже должен умирать. Кол от Акса. Неплохой, казалось бы, но никто не умирает. Там сзади со спины приходит мейдж, выкачивает урон, но умирает. Но умирает. Сколько урона потерял Кунка? Кунка потерял всего 68 урона. Подцепили на Х-марку Сейберлайта. Сейберлайт есть РП, но нет Скивера. Пытается спастись. Бладрайт. Акс Колом не попадет здесь. И Сейберлайт выживает. Размен пятерки на двойку. Выгодный для НИП, естественно. Сейберлайта. Даже эти Аксы урона не умирает. Сейберлайта. Биверлайта с Эваланчем. Тинни с Дайгером. Ну, в бот НИП выходит. Они тут никого не увидят, потому что их смог спалили. А обжективы какие-то забрать они тоже не смогут. Довольно любопытно, что они решили смакануть, при условии, что у Кунки буквально там 400 золота остается до Родианца. Пока идет просто кач. Счет 15-9. Вышечка в виде падает понемножку. Блинкдаггер на Магнусе. Ну что, можно надеяться, наверное, на какие-то РПшки и влеты Фантомки. Убивать в первую очередь, конечно... Ну, даже, кстати говоря, не знаю в первую очередь, а кого тут... Вообще, в принципе, кто подставится, пожалуй. Но Рубика неплохо было бы убить. Ну, Кунку я сомневаюсь, что удастся быстро так забрать. Блэдмейл у Аксу. Акс, естественно, подставляться не будет. Он не должен ни в коем случае в РП попадать, потому что он должен контр-инициировать в это РП. Так, в РП только в Бладсикера. Бладсикер очень долго живет. РП ворует Бивер, но не смог его нормально кастануть. По итогу он кастанул его просто на земле. Размен 2 в 1 пока что. Но Фантомка Магнус умирают. И отличная работа от Юниверса. Очень четко он прыгнул. Должны забрать еще и Оракла. Пошла Икс Марка. Пара тычек. Калинблэйдс кастовать Юниверс не успел. Разор пережил эту драку. Купил себе БКБ, но... Понятно, учитывая то, что Фантомка погибла. Ничего хорошего это для команды Сингулярити не дает. Да, они тоже, типа, убьют. То есть они, по сути, потеряли Пятерку, Кэрри и Тройку. Убили Кэрри и Четверку, да, получается. Да, Рубикаши они забрали. То есть вот такой плюс-минус размен однозначный. Но Нипы, они вот, мне кажется, уже сейчас доминируют. Скоро начнут там. Скоро... А, собственно, что скоро? Это вот Аксу Блэйдмейл прилетает. Теперь два Блэйдмейла. Пока у Фантомки Сатаник не появится, она не сможет нормально драться против этих двух Блэйдмейлов. Элементарно, вот и все. Вот, ну а Сейберлайт, он влетел всего лишь в одного героя. То есть это не саппорт Пятерка. Все-таки Магнус у нас был в европейских квалификациях. Такой игрок Антоха, который на Пятерке Магнусе исполнял. Вот он мог себе позволить пойти просто на ноге, да, там, с голым тапком, потому что он Пятерка. И жахнуть РП там в одного героя. Когда ты позиция 3 Магнус, ну, не знаю, хотя бы в двух, хотя бы там сяпика и, не знаю, хардера как-то подцепить. Ну, короче, хоть кого-нибудь, типа, одного героя слишком мало. Надо больше героев цеплять. Даже четверка Магнус, мне кажется, должен больше одного героя цеплять в РП. От него требуется это. Ну что, Кунка раскачался. 16-й уровень. Следующим слотом Террасу Гуннер будет приобретать действительно предмет очень хороший. Который, кстати говоря, никак не влияет на эффективность Блэйдмейлов. То есть вот мы видим, что Блэйдмейл возвращает весь урон до подсчета всех типов сопротивлений. Ну, поэтому, собственно, Блэйдмейл на аксе и смотрится. Хороший колл по Розору. Розора здесь попытается спасти Оракл своим ультимейтом. РП попадает в Огр Мага. Здесь ДНЗ. ДНЗ очень много дамага получил. Фантомка подруктурой пытается спастись, но на Торренте ее телепортация прерывается. И, в конце концов, она отправляется в таверну. Еще парочка фрагов. Здесь убивают Гуннера. Слушайте, у Мэйдж-то много урона. Он успел тут нормально пересосать. Колл атакса очередной. Блэйдмейл. Блэйдмейл. Блэйдмейл же нажать! Ой, почему Блэйдмейл-то не нажал? Неужели он в КД был? Я так прокликал и увидел, что Блэйдмейл не в КД. Я же соскочил со стула, потому что... Ну, типа, как так-то? Блэйдмейл же надо прожимать. Так, что у нас? 3 в 4 получился тимфайт. 3 в 4. Пережил эту драку Акс. Пережил эту драку Блотикер. Ну, нормально, на самом деле. Опять для НИП. То есть, преимущество шибко не растет. Но Фантомка в каждом замесе умирает. И у нее золото-то особо не прибавляется. А Фантомка здесь это основной персонаж, который должен будет эту катку выигрывать. По сути, да? Потому что под нее Магнус взят. То есть, фактически, фактически, Сингулярити, они... Взяв тройку Магнуса и кэрри Фантомку, и вообще любая комбинация с Магнусом Фантомкой, если ты, ну, играешь вот такую вот катку по сценарию, когда ты Магнусом линию проигрываешь, а ты обычно Магнусом линию проигрываешь. Обычно. То у тебя, как бы, хардер, он исключительно такой, как хардлейнер четвертой позиции, да? Вот как иногда про мидера, который слишком сильно микслил, говорят, что он, типа, мидер позиции, там, четвертой, потому что, ну, там, какой-нибудь Тинни, грубо говоря, у которой Дайгер только за 25 минут, и четверка Тинни может Дайгер за 25 минут выформить, да? Для этого не обязательно в мид идти. Так же и здесь. Вот. Вот Магнус, как хардлейнер такой четвертой позиции, 24 минуты, только Дайгер и Арканы, никаких аур нет, ни Владмерсов, ни Солоров, ничего полезного, никаких аурных предметов. Все, что он может сделать, это прыгнуть, дать РП, и от него требуется хороший РП на самом деле, и им пауэром бафать своих тиммейтов. То есть все. В то время как у НАП есть такой герой, как Акс, который может и урон нанести, и телепортацию в БКБ сбить, и у него укола намного ниже КД, чем у Реверс Полярити, то есть за драку можно 2, а то и целых 3 кола дать. Ну, и опять-таки повторюсь, самостоятельно он очень много дамага способен наносить своим блейдмейлом и контр-хеликсом. ППД здесь успевает дать стан. Рубик ворует Плазмофил, попытка немножечко подхарасить Разора. Дензет неплохо ворвался, ППД очень много дамажа получил. Кол под Блэдмейл, отличная работа. Ораг ультует, врывается Магнус на Скивере, но не может дать нормальный РП, погибает ППД. Дизейбл по Блатикеру, Блатикер подрубает БКБшку, Фантомка критует... Блатикер подрубает Блэдмейл, Фантомка критует по Блэдмейлу. Скиттер в итоге телепортироваться не смог. Кол от Акса очередной, или он отменил телепорт и не совсем заметил. Юл от Разора, Разор сейчас отпустится. РП прекрасная, влетает Кортик, минус Акс. И кажется, у Гуннера тут могут быть проблемы. Гуннер в итоге Родианцем убивает вражеского героя. Тут прибегает Соник Икс. Скиттер на огромной скорости врывается и под Блэдрайтом просто всех убивает вместе с Кункой. Забавная драка, конечно. Сколько урона нанес Кунка? 3200. 3200, 2800. Блэдтикер. Ну, Фантомка своих функций вообще не выполняет. То есть 1600 урона с Дезолятором под Эмпауэром, это просто смешно. То есть в то время как Разор там 4400 урона делает. Не знаю, Фантомка, мне кажется, все-таки не самый вот... Вот в такую конкретную игру, наверное, какой-то Джиггернаут был бы намного лучше. Вот под Эмпауэром давать ему не слэш, там урона было бы просто выше крыши. Вот, серьезно. И на Блэдмейл ему начихать, в общем-то, то есть он нам не слэш дает, и эти Блэдмейлы-то по сути игнорируют. Так что, ну, может, лучше было бы Джиггернаут взять. Если его не банили, я вот не помню, Джиггернаут возможно банили. Гуннер дает себе Иксмар, но на всякий случай вдруг как-то его будут сейчас Скивером увозить. Знаете, так тоже может быть. Выпрыгнет какой-нибудь Магнус, Скивером тебя увезет, и тебя там в четвером, в пятером под вражеским хайграундом просто порвут на части. Это не нужно Гуннеру, поэтому он перестраховывается Иксмарочкой. Очень нагло телепортируется Мейдж, подрубается Скидтром Блэдмейл. Возможно, немножко рана. Мейдж, неужели не получит ульта Аторакла? Мейдж погибает. И здесь уже в четвером Сингулярити есть Фолс Кромис. Ошибается мидер команды Сингулярити, стан по Фантомке. Фантомка с Блэкинг Баром, Сатаник не дофармила. Получает Фолс Кромис, нажимает БКБ во все это дело. Очень все криво. ДНЗ-то пытаются еще подцепить. Ставит в арт-ппд, видят Тинни здесь. Можно и на него тоже напасть. Прекрасный колл, минус Тинни. Грубейшая, грубейшая ошибка от Мейджа. Ну, может быть, не от него конкретно, а в целом команда дала неверный колл. Ну, лго, потеремся, го-го-го, у нас сейчас все есть. Однако, что у них есть-то? Ульта Аразора, или он ее поражал, наверное, как только прилетел. Да, наверное, он ее поражал, как только прилетел. Типа появилась БКБшка на Фантомке. Но, вот повторюсь еще раз. Вот третья карта, третья карта. И мы видим, как команда дерется за вышку, за Т2-вышку на своей сложной линии. Это очень-очень опасно. Это очень-очень опасно, потому что... Ну, то есть и на сложный, и на легкий, в общем-то. То есть вот в этой позиции тоже драться очень-очень сложно. Потому что если у соперника есть вижен здесь, или вот в какой-то вот в этой вот области, а у вас его нет, то даже несмотря на то, что там шрайн есть, у вас, как правило, нет позиционного преимущества. И скиллы первые полетят в вас, а не в вашего оппонента. И это вот чревато вот такими вот драками. То есть прилетел Разор, в него ворвался сразу же Акс. То есть это не он там в кого-то присосался, это не он там успел что-то нажать, там как-то подъяулить, кого-то урон высосать. Это в него ворвались, и это он умер. Это он получил первые кнопки. Поэтому он погиб. Поэтому вот в таких позициях драться нужно, но только если вот, повторюсь, у вас очень сильный тимфайт, и вы невероятно вот прям уверены в своих силах, и выигрываете, там лидируете, то вы можете в такой позиции попытаться подраться. Но 70% всех тимфайтов без вижена в этой позиции, даже какие-то 70%, наверное, 85%. Всех тимфайтов без вижена в этой позиции просто скипаются. Ты просто отдаешь сопернику эту вышку, если ты не готов, если ты не в позиции. Вот и все. Смоук от Сингулярити. Возможно, не знаю, они так отчаялись. У них на самом деле все еще может получиться. Но сейчас они идут драться против Аегиса, который на ком, на кунке, да, против Аегиса, против преимущества в 9000, на вражеский вижен в очередной. Я не знаю, что они делают. Кол фантомку. Фантомка получает фоллспромисс вроде как неплохо. Ворвался Тинни. Достаточно неплохой рассказ дал Бивера. Бивер. Тут БКБшка пошла от Экскалибура. Экскалибур начинает разваливать. Минус Огармаг. Рубтура по-прежнему действует. Еще один кол. Попытка убить Тинни. Тинни живет. Урон высасывается у Гунара. У Гунара радианс и Алибарда. РП прекрасная. Но Экскалибур просто убивает сам себя облейдмейлой. Просто убивает сам себя облейдмейлой. И сейчас вернется Разор с Юла на землю. Фантомка выкупается. Вот это уже, собственно, шанс Драку перевернуть. Фантомка после байбек способна порезать. Минус Аегис. Минус Мейдж. Надо бафнуть Фантомку обязательно, чтобы она дальше всех смогла убить. Ну и НП здесь просто телепорты массовые нажимают. Рубик погибает в итоге. Гунар не может отсюда улететь. Надо Алибарду повесить. Гунар разбирается с Пексу. Ну и втроем против одного. Здесь Сингулярити, конечно, должны справиться. Хотя Гунар еще может Сейберлайта забрать. И улица Сейберлайт, чтобы не получить удар Сайт Брингера. Приходит Скиттер. Отхилился немножко в ДНЗ. Трубает Блейдмейл, убивает его тут же. Экскалибур без Блэкинг Бара. Ну вот как же тяжело Экскалибру без вообще хорошего, такого мощного лайфстила, без Сатаника. То есть он и талант взял на лайфстил. И маска у него есть. Но он все равно не может нормально, ну, в принципе, драться. То есть он вгрызается в этот Блейдмейл. Хотя бы в один. Я не говорю, что он в два может Блейдмейл еще вгрызться. То есть там какой-нибудь Акс будет поблизости. Если там Кол плюс Блодсикер подойдет, еще Блейдмейл нажмет. Там вообще ментально умрешь. Не факт, что тебе даже Сатаник поможет. Хотя, ну, блин, Сатаник. Активированный Сатаник должен помочь. Простой Сатаник, наверное, не поможет. Против двух Блейдмейлов. А вот активированный должен. До Сатаника, кстати, не так уж и долго осталось. Фармить талант на минус броню у Икскалибура взят. Чтобы больнее бить. Ну, еще надо пофармить, конечно. Сатаник! Спасибо за комментарию! Продолжение следует... Продолжение следует... С ТОСами здесь выиграть время, но ничего не выходит. Прекрасный кол от Юниверса. Орока умирает. Но в миде Гуннер уже цепляет всякими торрентами, Х-марками, чем может, чем достает. Тинни может выкупиться. Идти сейчас на ХГ. Ну, можно попробовать. Дабл дэмэдж у Гунара. Гунар под Блодластом начинает лупить. Т3-вышку получает Еул, РП, Скивер. Прекрасная работа. Рубик ворует Скивер. Пытаются здесь убить очень быстро Кунку. Кунка погибает, но больно и... А! Он нажал Сатаник и все равно умер. Фок-чам. Выкупается Оракл. Выкупается Тинни. Без Кунки сейчас Анайпи. Отойдут. Рубик покупает Блинк. У него, кстати, линза есть. То есть он, по идее, должен с талантом на Кастренш вообще без проблем РПшку воровать. Но тут, наверное, Вижена не было. Хотя он, по идее, нажал же на него вот здесь. Да, нажал просто, когда уже Скивер был скастован. Так, тут будет драка. Без Фантом сейчас игроки команды Сингулярити. Драка 4 на 4. Нет РПшки. Пытаются забрать здесь ППД. ППД. Должен будет погибнуть, потому что команда не будет. И, судя по всему, здесь впрягаться в него не намерено. Но это минус ППД, да. За Рошана очень важно подраться. Хорошо сейчас Сингулярити. Вот у них заспавнится Фантомка. Если Фантомка получит Аегис, то будет трудно. Не пам. Один раз Фантомку убить легко, а вот дважды я не уверен, что это вообще... Ну, не то, что возможно. Возможно, конечно. Ну, это значительно труднее. Значительно. Так, Сейберлайт. Блинк Еул готовит с покупкой Шадоу Блейда, чтобы внезапно выпрыгивать и давать РПшки. Вот последние РПшки от Сейберлайта были, в принципе, не такими уж и плохими. Вот здесь вот, когда он кунку цепанул и отвез. Или стоп, погодите. Тут же какая была ситуация? Под Еул Магнус с Кивером отвез и нажал РП. Вот тут. Поэтому Рубик своровал Сейберл. Правильно? То я что-то уже... Не знаю. Мне уже что-то нехорошо от количества доты сегодня. Тараска у Акса. Тоже хороший предмет. Опять-таки, чтобы дольше в драке жить. Тут Непам нужно рассчитывать на какой-то длительный тимфайт, чтобы за несколько Блейдмейлов без проблем убивать вражеские герои. Тини получает Рубтуру, Бладрайт, Станы, его форстафуют, наносятся урон, Скивером увозят и он погибает 90 секунд без Тини. Без Тини у Тини Байбека нет, естественно. Он выкупался буквально недавно. Разор хочет Шиву. Разора талант на армор, плюс еще Плейдмейл. Да, брони у него порядочны, конечно. Брони у него порядочны. Две катапульты, их бы тоже бафнуть Бладластом. Подрубается Гриф. Для защиты Вышки. Ну, конечно, для защиты Катапульта в первую очередь, но там Вышка в топе тоже немножко пожила. Хороший... Нет, не хороший Юл. Подцепили. Подцепили Магнуса. Магнус рискует сейчас умереть. Кто же подъюлил-то вообще? Разор, что ли? Да, Разор, кажется, подъюлил. РП дать Магнус не успевает. Байбек у него нет. Это значит то, что если как-то спуржить Фантомке сейчас Эмпауэр, то Эмпауэр у него больше нет. А Фантомка без Эмпауэра, она, в общем-то, не очень-то и хороша. Бивер, еще один Скивер, Коу под Бэдмейлом. Фантомка получает Фоллс Промис. Юниверс отходит. Поторопился, скорее всего, с Блэкинг Баром. Экскалибур прожимает Сатаник. Особо никого ударить он не успел. Телепортируется на базу для того, чтобы восстановить здоровье. Естественно, он переживает этот Фоллс Промис и не погибает. Однако бараки в центре у него падают. И еще 40 секунд не будет здесь Магнуса. Но Ниппы не хотят без БКБ на Аксе что-то форсировать здесь. И как-то пытаться навязать сопернику бой. Просто уходят и будут ждать, видимо, Рошана. Сейчас заберут Шрайн в топе. Докупят какие-нибудь артефакты. Ну и, собственно, дальше Рошан и, собственно, дальше ГГ. Если они Рошана заберут. Ну что, Смоук. Поехали. Смоук от Сингулярити. Рошана отдавать ни в коем случае нельзя. Неточного тайминга не знают. Но основное время спавна Рошана уже прошло. Курьера, кажется, могли заметить. Сейчас увидят Гуннера. Гуннера видят. Смоук ревелится. У Гуннера Сатаник плюс Аркин руна. Очень тяжело драться. Ставятся варды. Не повидят всю эту ситуацию. Ох, если бы Акс сюда сейчас ворвался. Если бы он был поблизости. Это такое бы красивое завершение игры было. С этим колом в троих героев. Мейдж забирает руну Иллюзии. Отправляет Иллюзии. Для того, чтобы, может быть, где-то скипнуть крипов. Или, может быть, что-то пофармить. Что его он в итоге докупил. Ну и массовые корабли. У Гуннера появляется до 25-го. Он только что докачался. Да, Сатаник, кстати, тоже очень крут. В этом пике. Точнее, против того, что есть у Сингулярити, да? Тоже очень хороший предмет. Сайберлайт никак не дофармил. Никак ему не дофармит свой Shadow Blade. У Нью-Универса, по идее, уже там почти есть Тараска. Но, скорее всего, он не будет ее докупать. Ему байбэк нужен. Будет нужен байбэк. Хорошо, он по-прежнему не заспавнился. Фантомка кидается ножами. Руктура. Телекинез плюс Тарент. Станы. Форстафы. Фантомка получает много дамага. Колл. Нужен фолст-промис. Фолст-промис есть. Фантомка вгрызает сейчас Гуннара. Но просто не наносит ему урона вместе с даже Разором. Там еще Руктура на Разора пошла. Флотилия кораблей. Разор погибает. Остальные игроки команды Сингулярити просто высыпную. Рубик уже подцепит здесь Пексу. Пексу отсюда точно никак не уходит. РП от Магнуса мы еще не видели. Будет ли все-таки попытка какая-то от Сейберлайта заультиться здесь? Похоже, что нет. Где Магнус-то вообще? О, прям на Торрент прыгнул. Пок-чам. Ну все. Свидание. Прыгнул на Торрент. Блэдмейлы активные. Магнус может выкупиться. Но он будет вдвоем с Фантомкой сражаться. Ну что? РП в пятерых. Смотрим. Эмпауэр. Есть. Топ перетягивается на IP. Начинает бить. Т-3 вышка. Но бьет, к сожалению, один Гуннер. Команда не подставляется. Команда стоит сзади и смотрит, как Гуннер потихоньку демонтирует строение. Фантомка отправляется дальше фармить. Сынчиндьяша хочет купить ее. Кстати говоря, битят сюда. Хочет перетянуться Блотсикер и цепануть. Но Фантомка в блюре. Ее не видно, даже если бы он перетянулся. Фантомка, скорее всего, успела бы среагировать. Да, это как минимум вторая линия. Очень осторожно играют Нипы. Очень осторожно. На самом деле они могли бы... Ну уж рейнджовый барак точно могли бы добить. Да, там как бы с него деньги можно взять. Он не такой уж и юзлисный. Но Рошан важнее. То есть вот пока там спавнится и сингулярити. Пока там 10 секунд еще раз у Розора. Там 10 секунд у Тини. 25 у Оракла. Можно отойти, перегруппироваться, забрать Рошана. Рошан это второй с Аигисом и Сыром. И даже если враги заспавнятся к тому моменту, когда Рошан еще не погибнет. Они пока сюда бегут. Рошан, по идее, должен будет умереть. Ну вот они пытаются, пытаются собраться как-то. Пятером сейчас Оракла еще до сих пор нет. Рошан тут Блодрейджем падает очень быстро. Аигис, видимо, отдадут. Хотя, кстати, вот я не знаю, а нужен ли Кунки человек все Аигис. Все-таки Кунки там пошел кол. Экскалибур под БКБшки получает руку. Росатаник пока не нажимает. Готовится к атаке. Полетели корабли. Дизарм, РП. Но Фантомка бить не может. Фантомка по дизармам. Только сейчас проходит дизарм. Но Экскалибур, он уже просто, не знаю, не видит, по-моему, кого бить. Подрубает Сатаник. Но бьет Блэйдмейл. И его еще лупит Скиттер. Да, он переживает. Один против всех сейчас. Экскалибур под Блодрайт попадет. Урон наносит хороший. Но когда тебя окружили вчетвером. А еще и Огр с телепортацией пришел. Он тут пятый. То убить кого-то просто нереально. ГГ движет Пексу. Эта серия заканчивается за счетом 2-0, как и предполагалось. Но я думал, что НИПы вторую карту быстро... Ну, Магнус. То есть, Магнус, понимаете, друзья, Магнус такой герой. То есть, даже если линия у Фантомки там... Ну, она не то, что была прям проиграна. Но просто вот в топе было все хорошо. У НИПов в миде. Там, на самом деле, кстати, плохо было у НИПов в миде. Так что даже тут нисколько Магнус прям так игру поменял. Ну, обычно игра против Магнуса, она вот строится вокруг очень-очень аккуратного и методичного щемления врага. То есть, ты выигрываешь линии, аккуратненько захватываешь карту, не даешь сопернику фармить. Но ты не можешь просто взять, типа, и пойти в атаку. Потому что если ты пойдешь в атаку и драку проиграешь, то там 40 секунд будет достаточно вражескому кору под Эмпауэром для того, чтобы, там, не знаю, полслота себе сфармить. Потом еще пара таких ошибок, и ты уже там 7-8 тысяч нетверса летишь. Короче, это никуда не годится. Но здесь, наверное, не в Магнусе была проблема. Эта игра затянулась, потому что, ну, в миде был такой герой, как Разор, который Тинника там обыграл... Ой, Тинника. Какого Тинника? Кунку? Кунку, конечно же, у нас там была просто одна игра, где тоже был матчап Разора. Правда, не против Кунки, а против Тинни, которого он там обыграл. Здесь Разор обыграл Кунку. Вот, и поэтому не удалось Нипам так же жестко, как и на предыдущей карте врага уничтожить. Вот, но 40 минут такой хорошей, уверенной игры от команды NIP, и они выходят в финал нижней сетки, где будут бороться буквально через минут 10-15 с командой Liquid. Это старый состав Альянс, который проиграл новому составу Альянс. За право выхода на MDL Ching Do Major. Будем ждать начала игры.